У тебя раздвоение личности, что ли, или что? Да подойдите за раздвоением личности. Расстроение? Я не знаю, кто я вообще ищу. Так давай это, может, выясним первоначально, причем с протоколом разбираться. Там уже девочки нет, понимаешь, да? Подмена понятий. Но все думают, что это одно и то же, абсолютно. Тождество однозначное. А ты что, с этих органов у тебя протокол в руках? А, поняла. А-а-а! Секунг тебя выражает. Сама доперла? Да. Чуть-чуть помог. Привычка, это программа. Самая программа. Ты чувствуешь, насколько мощная моя любовь? Ты или твоя персона? Персону, которую сделал мама с папой. Они этого не делали, это сделал ЗАГС. А что ты матрешку притащил? Живая, живорожденная, доношенная девочка родилась. Смотри, первое, это день рождения живой девочки. Актовая запись, вот это и есть персона. Родилась персона с даты рождения. Под названием ребенок, женского пола. Вон зеркало. Ну и что? Видишь там девочку? Где там написано фамилия в зеркале? Вот когда ты показываешь паспорт РФ, вот это и есть персона. Я тебе еще раз поясняю. Смотри, весь путь. Всем сказали, идите в ЗАГС и получайте свидетельство о рождении. Обмен одной бумажки на другую. Идут и делают так, как им сказали. А ей взамен выдают бумажку о том, что родилась персона, созданная ЗАГСом. А теперь вам нужно получить паспорт. Человек сам идет, думая, что я персона, прошу выдать. По сути, создайте новую персону на основании другой персоны. Просто за незнание таких моментов некоторым руки ломают. Я же для тебя стараюсь. А потом все выходят в крови и говорят, Антон, помоги. Надо так ответить, чтобы никто ничего не закопался. Завалю вопросами миллиардами. Ничего не сможет разъяснить. Что такое лицо? Это же оно, оно же среднего рода. А какое отношение оно имеет к персонам мужского и женского рода? Если лицо, оно вообще среднего рода. Протокол будем на тебя оформлять? На меня? Да. Ты же без маски. А? Ты же без маски. Почему без маски вообще остались? А ты что, с этих органов, что ли? С каких органов? Ну, которые оформляют протокол. А ты что, с этих органов у тебя протокол в руках? Я нет. Это учебная. Протоколы принесут. Это учебная. Да, я посуду. Так я учебу и начинаю. Ну, я? Нет. Я начинаю учебу. Ну, начинаю. Просто раздавить. Я и начал. Где маска? Маска где? Да. В Караганде. В Караганде? Неправильный ответ. А, поняла. А-а-а-а! Семенович Борис. Что бумажка? Вот видишь? Все, вот, вот, вот. Ситуация, да? Все. Сама доперла. Сама доперла. Да. Чуть-чуть помог. Точно, точно. Ну, где маска? Вот так вот, он мне спрашивает. Где маска? Ну, да. Это типа, я растеряюсь или не растеряюсь? Я растерялась. Растерялась. Конечно. Даже в дружесные. Да, тем более, да, от кого? Нас приучили теряться. Привычка, это программа. Это программа, да. Самая программа. А ты откуда распечатывал? Там. В интернете. В интернете. А в каждом регионе свои протоколы? Поэтому, хоть приблизительно, Антон, хоть приблизительно. Ну, это именно, знаете, гаишные протоколы. Мы гаишные. Вы здесь сами потом сейчас вычеркните, напишите карту, а потом дома сами в интернет зайдите, найдите, посидите, гляньте. Антон, у меня так разговора до тебя. Чего? Языка не хватит. Вопросы у меня что-то возникли. Давай возьмем другого языка. Если этого языка не хватит. Деды ходили в это, в разведку языка брань. Родили сбивание. Тут еще обратной стороной. Ну, прежде чем задавать вопросы, я хотела бы вам запоминтересоваться. Вы, наверное, все слышали, что, особенно мужчина, хотела получить от вас пояснение. Значит, у нас сейчас изменили закон о полиции, да? Да. Полностью убрали статью 27. Кто-нибудь запросил эту статью? Что там написано? Статья 27 основные обязанности сотрудников полиции. А, ну да, ничего не обязан. Да, то есть они уже ничего не обязаны. Сотрудник полиции не обязан знать и соблюдать в Конституции Российской Федерации законодательные и нормативные правовые акты. В сфере внутренних дел обеспечивать их исполнение, проходить в порядке, определяемым федеральным органам исполнительной власти в сфере внутренних дел и так далее, и так далее. У меня вопрос. Если они теперь не обязаны выполнять все законы, Конституции, самое главное, скажите мне, пожалуйста, как они могут составлять протоколы, подходить на основании каких законов, какие они могут предъявлять нам законные требования, чтобы мы их выполняли. Как вот раньше, ну как, они подходят и говорят, это законное требование к вам. Если мы не выполним, применим физическую силу. Пожалуйста, дайте мне пояснение, как они теперь должны к нам подходить. Да так же, как и раньше. Статья 29, они это не обязаны делать. Чего не обязаны? Что? Они нет, там написано, они обязаны знать Конституцию, все. Там много чего у них не обязаны делать. Знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, запятая законодательные и иные нормативные правовые акты в сфере внутренних дел. Не обязаны. Не обязаны. Нет этой статьи, все. И плюс еще не обязаны. Все остальное, все остальное, до пункта второго, нет, до 28-й статьи, все не обязаны. Как теперь с ними общаться? Да точно так же. Они и раньше этого не делали, и сейчас не делают. Какая разница? Ему говоришь 29-я статья Конституции, 55-я. А он, по-моему, понятия не имеет, что ты ему говоришь. Для него это просто цифра. Хорошо, он подходит ко мне и говорит ближе. Мы на вас составляем протокол, да? Да. А я говорю, у нас нет ничего, у нас нет никакого закона. Он ничего не обязан. Нет статьи, чтобы он это делал, а я что? Почему? Ну, это говорит 20.6.1 КПРФ. Это новый закон, новая редакция, да? Народ, это, народ, подождите, 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 подождите. Идет аудиозапись. Вот слева от меня человек постоянно хлюпает. Справа Ярослав постоянно что-то шелестит. Вы когда-нибудь монтировали видео? Нет? Вот кто-то из вас. Вот потом я сижу и всю ночь плююсь в экран. Этого не слышно, того не слышно. А потом люди пишут. Вы там зачем хлюпаете, наливаете, кто-то писает, непонятно. Не ругайся. Ну, говори с любовью. Делай. А это с любовью. С любовью? Жестко, но верно. Не чувствую любовь. Да. Тут интонация. Ты чувствуешь, насколько мощна моя любовь? Энергии много. Вот. Жалко, что в ней видео снимаем. Какая-то тема серьезная, да? Да она всегда серьезная. Что делать? Что я там щелкаю? Я задала вопрос. Разъясните. Это тоже помехи. Секунчик. Только что же говорил. Не щелкайте, не шелестите. Нервничаю. Вы сейчас людей резали. Отдай мне. Вон, положи на стол. Сегодня только сообщение было у меня с кайсниками. Дорога переходит. Вот это один. Рядом там, против Китаяки. И кайсники остановили. Поехали. Впереди меня сли. Уже ветераны. 60 лет за 60 тоже. И права. А, паспорт требует документы. Они взяли и отдали документы. Я подхожу со стороны. Незаметно перешел дорогу, конечно. Кура. Зачем вы отдали документы? А конечно, недовольные. А вам что? Вы что? Я говорю, а вы кто? Притеревите документы. Документы не предъявляйте. Даже удостоверение не предъявляйте. Я требую, требую предъявить документы. Не обязан. Да. И вот не обязан. Он ничего не говорит. Вы свою предоставьте. Короче, тему переводят. Удостоверение показывают. Нет, не показывают. Я говорю, что бандит, что ли? Короче, мужик комитет ему быстренько отдал. Я ему 71-й указ Крузнаф Путина 5 марта. Афер Алегра 21-го. А он все отшивается. Короче, все документы отдал сразу в сторону. И он не ответил ничего про 71-й указ. Еще раз. Ты мне требовал удостоверение предоставить? Требовал. А с чего взяли, что он не обязан предъявить удостоверение? Я подошел, им документы отдали. Эти ребята. Спасибо. И убежали. И я им не нужен уже. Они спасибо сказали. И убежали. Вот у нас воспитанность, атмосфера. Как звать? Дмитрий? Баткоечник? Нет, тебя. Юра. Юра. Три предыдущих видео смотрел самостоятельно правозащиту? Я много в лесу. Пятнавка в лесу был. Да, нет, не знаю. Нет. Отлично. Там я рассказываю, как нужно общаться с сотрудниками полиции. То, что 27-ю статью отменили, это ни о чем не говорит. Статья 5-я до сих пор действует. Согласно статье 5, пункт 4. При обращении сотрудник полиции к гражданину обязан назвать свою фамилию, имя, отчество, звание, должность. Нет, имя, отчество нет. Это фамилия, звание, должность и причину и цель обращения. По первому требованию предъявить удостоверение. При обращении полицейского к тебе, Юрий. А если ты к нему обратился, он не обязан тебе показывать. А, ну, из-за этого. Ну, вот. Ну. А ты ни статью не знаешь, ни принцип. Надо было подойти и просто стоять, ждать, пока он к тебе скажет. Нет, так получается, полицейский к нему же обратился. Я к мужикам обратился, а полицейский обратился к нему, говорит, ты кто такой. А, ну, полицейский, что получается. Тут же ловишь его. Согласно статье 5, пункт 4. Вы ко мне обратились, будьте добры, предоставьте удостоверение. Молодой исправлюсь. Ну, а ты при этом аудио-видео за фиксацию ввел? А, нет. Ну, ну, а что ты хочешь? Все, ошибки исправлюсь. Молодой исправлюсь. Вопросы есть? Кто что не обязан? Они обязаны до сих пор. Представьте удостоверение. Все только. Статья 5 в полном объеме осталось. Ничего не изменилось. Они останавливают, подходят, пузыряют, пузыряют. Потому что, когда я не видел, что-то не такой Иванов Петров. Нет, последнее было, по-моему, там у них, что он уже может не представляться. Да, может быть, да. Они там поправки эти вносят. Там есть оговорочка, что в случае предотвращения административного правонарушения, либо опасного деяния, он может это не представиться. Но в итоге, после предотвращения административного правонарушения, ну, это, допустим, кто-то кого-то режет, он подбегает, начинает что-то там, а ему приставьтесь. И он обязан полезть за удостоверением и показать. Правильно? Ну, слопал, а потом уже приставился. А сейчас по закону они изменили, что он сначала предотвращает, то есть, там, обезоруживает, там, все такое, надевает наручники, а потом уже удостоверение. У врачов так, как и остается. Статья 5 в том же объеме, ничего там не поменялось. Значит, так, я возвращаюсь в протокол. Значит, мне непонятно. Вот я вчера сидела, думала, думала, и что-то я надумала. Значит, когда на нас составляют протокол. На кого на нас? На персону, вернее. На персону, или на физлицо составляют этот протокол. И у нас спрашивают год рождения. У кого у нас? А я не знаю, кто. Я пока еще не отделилась. Вот я пока говорю о себе. Вот у меня спрашивают день рождения. Вот тут есть пункт такой. Только вот вопросы на засыпку пока не говори. Я не могу сейчас кто кого. Со мной разговаривают. Значит, говорят, дата рождения тут написана. Ну, скажу, что день рождения. Ну, я-то день рождения свой, говорю, которое у меня записано в свидетельстве о рождении под другой фамилией. Там я под другой фамилией. Ты или твоя персона? Персону, которую сделал мама с папой. Они этого не делали. Это сделал ЗАГС. Ну, они пошли в ЗАГС и выписали эту бумажку. В этой бумажке. В этой первой персоне. Я, говорит, говорю за себя у нас. На нас проставляют протокол. Я говорю за себя. У тебя раздвоение личности, что ли, или что? Да подождите за раздвоением. Расстроение? Я не знаю, кто я вообще еще. Так давай это, может, выясним первоначально. Причем с протоколом разбираться. Что нет? На кого заставляют протокол? Ну. Я родилась. Меня мама родила. Вот она я. Ну, а что ты матрешку притащила? Наглядное пособие называется в школе, в детском саду. Так. Там моя маленькая матрешка. Да, это я родилась. Ну. Девочка. Живая. Ну. Со всеми правами на этой земле. Без бумажки. Да? Мама пошла. Родилась я. Ну, допустим, там первого числа. Первого марта. Важный момент. Где родилась? В роддоме. Так. Тут я не про это, не про роддом, где я родилась. Я говорю про девочку. Мама пошла в ЗАГС. Ошибаешься. Тоже важный момент. Роддом выдал бумагу какую-то. Роддом всегда выдает бумагу. В роддом выдал какую-то справку медицинскую, которую я в глаза не видела, мне не показывали. И на своих детей не помню. Брала я эту справку, кому я передавала. Муж мой ходил что ли туда, с какой бумажкой он ходил, я не помню, не знаю. Я эту бумажку не видела. Я только по слухам, по слухам, кто вот говорят. И когда мы эту тему сейчас изучаем, я только о ней узнала. Что оказывается есть какая-то медицинская с роддома бумага. Медицинская справка. Поясняю. Важный момент тоже. Называется медицинское свидетельство о рождении. Кого? Там написано. Эту бумагу, она теряется в ЗАГСе. Ее несут в ЗАГС. И она там теряется. Ее забирают, а вместо нее выдают свидетельство о рождении. Соответственно, первичный документ, самый первый, который появляется, сопровождает живую девочку. Это медицинское свидетельство о рождении. Там пишут разные фразы. Я несколько видел таких медицинских свидетельств о рождении. У некоторых они до сих пор на руках. И которые свежие получают, и старые. Там написано. Живая, живорожденная, доношенная девочка родилась. Столько-то килограмм звать. Имя так-то. Фамилия. Все там прописывают. А бывает, что фамилии, имя, отчество не прописывают. Бывает, что без отца. Бывает, что с отцом. Ну, только во что гораст тоже. Понятно. Могу я продолжить? Ну да. Я хочу заострить внимание на том, что там написано. Родилась живая, доношенная, живорожденная девочка. 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 Да. Написано число, год и месяц. Моя мама пошла в ЗАГС. Выписала на основании этой бумажки свидетельство о рождении. На меня. Ну, матрешка не подходящая. Вот. Подходящая. Нет. Потому что медицинское свидетельство о рождении забирает себе ЗАГС. Он забирает. А ты, получается, вкладываешь одну матрешку в другую. Да подожди. Я сейчас... Обмен происходит. Да. Я не про это. Мама выписывает мне свидетельство о рождении. Не мама, а ЗАГС выписывает. Ну, ЗАГС. Да. Мама через ЗАГС. В этом свидетельстве о рождении указано день рождения 1 марта. Да? Такого-то года. Я родилась. Там написано. По справке из... Где? Свидетельство? Нет. И в свидетельстве написано, что я родилась 1 марта такого-то года. Вот, день рождения. Но свидетельство о рождении выписано 23-го числа этого же месяца, марта этого же года. То есть, через 23 дня. Значит, 23-го января родилась персона какая-то. Персона родилась с бумажкой. Не обязательно. Что не обязательно? Бумажку выписали на персону или на кого? Или на живую девочку? Я тебе поясняю. Ты путаешь. Ты думаешь, что персона родилась позже, 23-го числа? Нет. Я думаю, что она родилась 1-го. Но персона родилась 23-го. То есть, бумажка эта под названием свидетельство о рождении родилась 23-го числа. Не факт? Что не факт? Там написано. Факт не факт, да и написано. Выдано. Там написано. Выдано. Так, выдана она может еще раньше была. Может, она еще 29-го... 28-го февраля может еще была создана эта бумажка. Заранее. Я смотрю то, что написано в бумажке. Я не знаю, когда там что-то еще где-то есть. Я смотрю то, что у меня есть перед глазами. Сама бумага выдана на руки. 23-го числа. Получаю я паспорт на другую фамилию. Вот у меня Иванова фамилия была. Свидетельство о рождении. Я паспорт получаю на Сидорову. Почему? Ну, потому что смена фамилии. Когда успел? Ну, успеваем мы в свое время. Бывают периоды, когда женщина успевает поменять фамилии. В смысле, замуж вышла? Конечно. До 16 лет? Зачем до 16? Я не беру сейчас 16 лет. Я говорю, что время... Это... Про паспорт, а не про... Когда? До 16 лет. Я получаю паспорт. Значит, пришло время. Я получила паспорт. Я не беру тот паспорт под ту фамилию. Под девичью. Я беру паспорт уже, когда у меня другая фамилия. То есть, я сейчас подхожу к протоколу. Что я говорю. Место... Это день рождения. Вот этой девочки под чужой фамилией, которая родилась. Чего? А персона у меня родилась. А персона обозначилась 23 марта. И в 2002 году, когда я получила паспорт. РФовский. Там персона с другой фамилией. Ясно. В твоем случае не две сосны, а целых пять. Ну, давай, объясни. Первая. Дата рождения ребенка. Ой, день рождения ребенка. Тьфу, емой. Я уже на твою волну настроился. Сам запутался. Число. Смотри. Первая. Это день рождения живой девочки. Первый марта. Да. Первый день месяца марта, точнее. Второе. Это дата рождения персоны. Первая марта. 23-го. То же самое. Третья. Это 23-е марта. Это дата выдачи документа на руки. 23-я марта. Персоны. Не девочки же. А персоны, да? Персоны раньше созданы. Ну, да-да-да. Справка из этого. Актовая запись, вот это и есть персоны. Когда актовую запись создают, вот это и есть персоны. Раньше, когда написано 23-е, как она могла... 23-е выдали бумажку о создании персоны тебе на руки. Это не значит, что именно... Ты хочешь сказать, что это число не совпадает с тем журналом, где вы записали? Актовую запись несли намного раньше. На основании актовой записи выдается свидетельство о рождении. Не может быть так, что тебе свидетельство выдали, а потом в актовую запись занесли. Не бывает такого. Сначала это приносит медицинское свидетельство о рождении. Там числа 3-го, допустим, марта, да? И вот они 4-го марта вносят актовую запись. Опять же, примерно 3-го числа вносят о том, что 1-го марта родилась персона с датой рождения под названием ребенок, женского пола. Это в актовой записи написано. А число актовой записи не совпадает с тем, когда они зарегистрировали эту справку из роддома? Нет, конечно. Ну, я сейчас не об этом. Вы что-то подскажите. Ну, я хотела сказать, что актовая запись и дата выдачи свидетельства могут совпадать. Могут. Это вообще все в один день может произойти? Давайте не гадать. Я в дебри в эти не лезу. Я говорю про протокол. То есть, я в этом протоколе указываю день рождения вот этой девочки под чужой, под другой фамилией, когда я была. Так на кого я делаю этот протокол? На кого вот тут мне говорить? Какой день рождения говорить? У тебя протокол составляется на кого? На какой персон? На персону с другой фамилией. Почему с другой? Ну, потому что другая фамилия в паспорте с капслогом. На раба бесправного она составляется, на физлицо. Когда составляют протокол, требуют предъявить документ, удостоверяющий личность персоны. Ты какую личность персону показываешь? Которую в паспорте капслога. Вот. Вот ее и они будут оформлять. А у меня паспорт выдан в 2002 году. Значит, я должна сказать. А персона родилась в 2002 году. Нет. Как нет? В паспорте написано, что персона родилась 1 марта. Там какого-то мохнатого 60-го года. Ну, давай 70-го. Ладно. Ну, они же пишут здесь, получается, дата, и паспорт. Посадят вас? Не перейдемте. У нас вот Никита есть. Он во всеми работает теперь. Если что, пирожки будут передавать. А то, почему нас должны посадить? Не знаю. Рано или поздно. Если нарваться, товарищи полицейские. Не отвлекайся. Не отвлекайся. Я не отвлекаюсь. Что-то вы все на меня у меня что-то. Ну, то есть, персона родилась тогда, когда в ЗАГСе дали справку, что родился. Нет. Нет. Я пока тоже не понимаю. Как отделить эту девочку живую от вот этой персоны, которая под другой фамилией дает дату рождения этой девочке под другой фамилией, под Ивановой? А она Сидорова. Что ты взяла, что она Сидорова? Да потому что. Другая фамилия в паспорте написана. А в свидетельстве другая фамилия. А на девочке написана фамилия? На девочке? На девочке фамилия не написана. Вот я говорю, нас привязали к этим бумажкам, как раз соединиться. Я не понимаю, как раз соединиться. Как отделиться. Вон зеркало. Ну и что? Видишь там девочку? Ну, женщину я там вижу. Примерно плюс цать лет. Видишь? Ну, и что? Та же девочка. Да мне в протоколе нужно видеть. Да подожди. Та же девочка? Да. Ну, где там написана фамилия в зеркале? Причем тут зеркало, когда мне протокол. Ты спрашиваешь, как отделить себя от персоны? Вот, на бумажке на этой. Вот, ну, как отделить? Что тут правильно описать? Я тебе еще раз говорю. Когда... Вы что-то понимаете? Объясните мне. Я что-то не догоняю. Да ты просто не слышишь. Когда составляют протокол, им нужно удостоверить личность. Им нужна персона, на которую составить протокол. Они говорят, предъявите документ, удостоверяющий личность. Чаще всего 99% говорят, покажите паспорт РФ. Вот, когда ты показываешь паспорт РФ, предъявляешь. Ты можешь предъявить, назвать установочные данные. Вот это и есть персона. В паспорте еще раз. Пятый раз говорю. В паспорте дата рождения девочки под другой фамилией. Да какая разница? Это не меняет сути. Вы это никак не докажете. Подожди, ты не путай. Есть персона, созданная в актовой записи с предыдущей, с фамилией Иванова. Правильно? А паспорт выдан уже на другую. То есть, сменена. Новая персона создана с похожими персональными данными, но это новая персона. Это уже две персоны. Хорошо. Я тогда могу задать вопрос ему? А конкретно дату рождения, день рождения, кого вам нужно? Какой персоны вам назвать дату рождения? Какой персоны? Ты мне скажи, на ту девочку, на ту ребенка, которая была создана 1 марта, на нее есть паспорт РФ? Нет. На эту персону? Ну, а тогда что ты хочешь? У тебя, по сути, вот, они могут составить протокол только на вторую персону. С фамилией Сидорова. Так они и составляют. Ну. А в чем проблема? В чем вопрос-то, я не понимаю. Они тебя увидели, говорят, покажи паспорт, ты показываешь, вот, Сидорова. Там дата рождения такая же, как и у Ивановой. Все то же самое. Какие персоны под названием вот этих бумажек, свидетельство о рождении, паспорта, рождаются, создаются с момента, когда выдают нам эту бумажку? Нет. Раньше. Я тебе еще раз поясняю. Как раньше? Я не понимаю. Я тебе еще раз поясняю. Смотри, весь путь. Фактически родилась девочка, живая же, проходит два дня, составляется бумага, медицинское свидетельство о рождении. Примерно два дня, там, может, два часа, без разницы. Следующий этап. Создается вот эта бумажка, медицинское свидетельство о рождении. Его составляют врачи, там, главврач подписываю, не знаю, там, завотделением, там, медсестра, без разницы, мама, папа могут составить, без разницы. Создается бумага, медицинское свидетельство о рождении. Фиксируй факт рождения живой, доношенной девочки. Тут ясно? Создается это, с этой бумагой. Всем сказали, идите в ЗАГС и получайте свидетельство о рождении. Получили. Стой, стой. Куда получили? Куда ты убежал-то вперед? На три этапа вперед. Ты вот тут еще заблуждаешь. Всем сказали. Но никто не сослался ни на какое-то. Там есть какая-то в законодательстве, какая-то приписка, что обязаны уведомить ЗАГС, что как-то так там написано. А людям говорят, идите и сдавайте медицинское свидетельство и получайте свидетельство о рождении. То есть, вы делаете обмен одной бумажке на другую. И все, не задавая ни одного вопроса, не читая ни одного нормативного права, не спрашивая, сошлитесь на норму права и так далее. Идут и делают так, как им сказали. Мама выписывается из роддома, берет свою девочку, вот эту бумажку в медицинское свидетельство о рождении и идет в ЗАГС. Отдает им вот эту единственную бумажку, которая подтверждает, что родился человек живой, живая девочка, доношенная, все там написано, живорожденная. Отдает эту бумажку. А ей взамен выдают бумажку о том, что родилась персона, созданная ЗАГСом. Когда она родилась, персона, созданная ЗАГСом? Какого числа? Когда выдали свидетельство о рождении? Тебе интересует, когда... Создана персона. Подожди, ты не... Ты подожди, разлепим. Есть дата рождения персоны, а есть дата создания персоны. Что тебя интересует? И то, и другое объясни, как... Поясняют. Дата рождения персоны, это вот тогда, когда они ее приравнивают, отождествляют, отождество сделают, слепляют. С днем рождения живой девочки. Один в один. Даже время тоже указывают. То есть, вот это медицинская справка с Роддума. Да, с нее берут. Там одинаковое должно число. С нее берут, да. А создана была персона тогда... То есть, дата создания персоны, она нигде не указывается, о ней никто не говорит. Это дата, когда была внесена запись, в актовую запись в ЗАГСе. Но она тоже, эта дата, нигде не фигурирует. Что ты к ней привязалась-то, я не понимаю. Вот это дата создания персоны, когда они внесли запись. А дальше, на основании этой актовой записи, они в бланк свидетельства о рождении вписывают все данные персоны. В том числе и дату рождения персоны. И выдают на руки. 23 марта было выдано на руки свидетельство о рождении персоны, у которой дата рождения 1 марта такого-то года. Ясно? Дальше. Идем к паспорту. Мы идем к протоколу. Со свидетельством о рождении персоны. Там уже написано, в свидетельстве о рождении пишут, что родился ребенок, пол женский. Там уже девочки нет. Понимаешь, да? Подмена понятия. Но все думают, что это одно и то же. Абсолютно. Тождество однозначное. Родилась же девочка 1 марта. И тут написано, что дата рождения персоны тоже 1 марта. Значит, это одно и то же. Вот оно. Тождество. Слепили через эти мостки. И все. Живет девочка. Живая. В 16-18 лет. Неважно, кому когда выдают паспорт. А потом ей говорят то же самое. А теперь вам нужно получить паспорт. Иначе вы вообще ничего не сможете. Ни голосовать, ни родину защищать. Вот это все им навешивают. Ни в университете экзамены сдать. Даже в школе. И все такое. В общем, всячески уговаривают. Человек сам идет в МВД. Пишет. Я такой-то, такой-то. Прошу выдать. Думая, что я персона. Удостоверяя свою личность в свидетельстве о рождении. Прошу выдать. Новый документ. Удостоверяющий личность. Под названием паспорт РФ. По сути, создайте новую персону на основании другой персоны. Кто-то говорит, что это филиал. Кто-то говорит, что это подразделение. Ну, по принципу ООШ. И корпорации. И они создают новую бумагу. Учреждают или создают? Можно сказать, что соучреждают. Совместно с тобой. Учредили персону. Написали паспорт. И без разницы, что там другую фамилию прописали. Ты можешь до выдачи этого паспорта написать заявление, что я меняю фамилию. Все. Они тебе, по идее, должны выдать новое свидетельство о рождении. Правильно? Или нет? Нет. Почему не нужно? Нет. Мы же задорогали. Или фамилию, имя, имя, отчество можно менять после выдачи паспорта? Да, конечно. После выдачи. А как у тебя получилось до выдачи паспорта? Почему до? Я вышла замуж, я поменяла свидетельство о браке. И поменялась фамилия. А свидетельство о рождении тоже самое осталось? Конечно. А отметку там как-то поставили? Что паспорт получим в 16 лет. Нет. Чтобы сменена фамилия? Нет. В свидетельство о рождении этого не ставят. В свидетельство о рождении ставят номер паспорта. До выдачи... Подожди. Забудь про паспорт. До выдачи паспорта. После брака. Какие изменения произошли в свидетельстве о рождении? Свидетельство о рождении каких? Получается, свидетельство о рождении на одну персону выдано, а свидетельство о браке на другую? Да, естественно. А в свидетельстве о браке как-то прописано, что... Конечно, там фамилия и девичьи, и теперь потом... А, ну, вот есть связь. Я же не буду им предоставлять свидетельство о браке. Я же могу привязаться к тому, на кого же вы пишете, когда я совсем другая. Согласно законам РФ, свидетельство о браке не является удостоверением личности. Паспорт РФ. Я же говорю, что зачем я о нем буду говорить в свидетельстве о браке-то. Я могу привязаться. Вы выписали на Сидорову, а я-то о день рождения указываю Ивановой. Зачем? Так они же совпадают один и тот же день. Учреждена персона 23-го числа, а не 1-го числа. Да это не учреждена, а дата выдачи документа на руки. А что это значит? А это значит, что создана персона. Я не знаю. Автомобиль, смотри, автомобиль вышел с завода, выкатили его. 23-го этого. 1-го марта. 23-го марта. Тебе выдали автомобиль с завода. Так он, когда автомобиль создан? Ну, как там в паспорте написано, в техническом, когда он создан? Вот. Тебе его могли выдать автомобиль через месяц, через два. А создан он был, когда с конвейера выехал под последний момент. Ну, нифига себе. С автомобилем нас сравнили. А какие тебе примеры еще? Ну, Женя, непонятно. Документ выдали 23-го. Да мне все понятно. Ну, я не буду говорить. Секрет. Молчи, у меня это будешь казаться. Так, все понятно. Все не ясно. Все не ясно. Мне ничего не могу понять, потому что я хочу тут чуть-чуть. Ну, ладно. У кого какие вопросы по этой проблеме? Всем все понятно? На персоновой... Мне вообще непонятно, в чем проблема. Что в паспорте написано, то и говоришь. Какая разница? Конечно. А если вы пишете в суд... Ты что, сама себя заблудила и других завозят? А если вы приедете в суд, тогда вы там доказываете, что вы Иванова, что вы там первые персоны. Знаете что, с некоторых пор нас приучили внимательно смотреть на бумажки, что вам суют, и привязываться к каждой букве. Это нужно зарубить себе на носу. Это понятно. Здесь просто идет речь о протоколе. Вот. Я и говорю про протокол. Я же и говорю. Дата рождения. А полицейские вообще... Паспорт. Паспорт. Я Сидорова. А дата рождения, я говорю, Иванова. Так вам паспорт, вы на основании этого, в связи с рождением вам выдали паспорт. Значит, у вас эта дата есть первая стоит. Я вообще не понимаю. У тебя что, там разные даты рождения у всех? И у Сидорова, Иванова разные даты рождения? Я просто решила организоваться к этой ситуации. Вот и все. Разобраться. А что тут разбираться-то? Я тебе еще раз говорю. Ему без разницы, сколько ты там раз меняла фамилию. Без разницы, что у тебя написано в связи с рождением. Вообще без разницы. Ему без разницы, что там... Подожди. Ему без разницы, что у тебя там в медицинском связи с рождением написано. Вообще без разницы. Он тебе говорит, предъявите документы, достоверяешь личность. Нету документов. Как это нет? Паспорт, РФ, ты говоришь. А я не показываю. Я про него молчание. Ну и все. Он говорит, назовите установочные данные. Либо будете доставлены в отдел полиции для установления личности. Выбор твой. Давай, ответ. Молчишь? Значит, я пишу, что протокол составлен с ошибками. Почему с ошибками? Потому что... Подожди, с ошибками. Он еще не составлен. Он тебе говорит, давай установь это. Покажи паспорт, либо доставляем в отдел полиции. А я скажу, что 23 марта. Что 23 марта? Я не вижу. Ты не слышишь вопрос. Документ покажи у достоверяющей личности. Паспорт. Да нет, у меня документа. Тогда проедемте в отдел полиции. Ну, приехали мы в отдел полиции. Ну, что дальше? Фамилия, имя, отчество. Дата рождения. Там уже в серверной статье. Конституции. Отпечатки пальцев будут снимать, фотографировать. Нет, только по моему письменному согласию. Они тебе выкатят бумагу. Там этот документ, что какой-то у них внутренний приказ там написано. В случае... А это другой вариант. Слушай! Да слушай! Важный момент. Ты потом опять будешь говорить, что растерялась. С любовью разговаривать. Потом поменять, чтобы я чувствовала любовь. Я просто не понимаю. Я говорю о таком моменте, после которого за такое вот просто, за незнание таких моментов, некоторым руки ломают. Там, в отделе полиции. А ты позволяешь себе перебивать на таком важном моменте. Даже женщину. Даже женщину? При мне заставляли отпечатки пальцев снимать. Я это видел своими глазами. Я поэтому тебе так вот с любовью, да, это жестко, но говорю по правде, как есть. Я это все видел. Я море луж вот этих всех видел на полу. А ты этого не осознаешь и не понимаешь. И думаешь, что я наезжаю на тебя. Нет. Я же для тебя стараюсь. Чтобы ты в такую ситуацию не попала. Да не для меня, для людей старайся. Что ж для меня? Что ж все на меня? Я сейчас с тобой разговариваю. Поэтому вы это. Весь мой это. Вся моя лёшка. Я причиняю тебе любовь, как говорится. Точка причинения любви сейчас вот именно к тебе применяется. Так, хорошо. Не показала паспорт, нету. Что дальше делать? Я тебе говорю, что... Давайте от простого к слову. Стоп, стоп. Не осложняйтесь. Да я какое-то простое, самое... Мысли не ходят. Извините. Ну, как доносить информацию? А потом все выходят в крови и говорят, Антон, помоги. Они тебе скажут, так как вы отказываетесь назвать свои установочные данные, мы должны вас дактилоскопировать. У нас вот тут есть внутренний приказ, какой-то там ТЕКОАП, ещё что-то покажут. Там написано, что в случае невозможности удостоверить личность, сотрудники полиции обязаны дактилоскопировать. Что-то как-то так там написано, они мне даже показывали этот пункт, он у них на двери висит, там, где дактилоскопия. У некоторых висит. В Сургуте вообще ничего не висит. Забудьте про это. Вам никто ничего не скажет, никто ничего не покажет. Твои действия. Вот они скажут, всё, пойдёмте на дактилоскопию. Мы её сейчас будем фотографировать, отпечатки дактилоскопии валенков будем делать, рука и будем фотографировать. Пройдёмте. А у меня на этот момент в сумочке лежит копия паспорта, а я его и достаю из штанин и говорю, вот записывайте так, как написано в паспорте, как слогом, вот всё, что там написано, так и записывайте. Не надо мне ходить там куда-то, пальчики свои отсканировать. Ну, а смысл был выпендриваться, что сразу не показал? А вот захотела я повыпендриваться. Хорошо. Ну, женские капризы. Копия заверена кем-то? Ну, могу заверить у нотариуса, могу, а муж и не могу. Данная копия, которую ты не достала, она заверена или нет? Ну, я тебе просто говорю образно. Да не образно, мне нужна конкретика. Естественно, нужно пойти к нотариусу, заверить. И тогда он... Ты не поняла, мы варианты отрабатываем. Давай любой вариант. Вот, заверенная нотариуса. Отлично. Всё, заверенная нотариуса. Всё, личность установлена. Да, всё. Составляем протокол. Составляем протокол. На персону. Всё. Пошёл процесс. Дата рождения. Да, я тебя ничего не буду спрашивать. Вы на ней... А, да, они же там... Там же написано. Хорошо, заполнили всё, как в паспорте. И потом я начинаю проверять. Чего проверять? Ну, всё, что они написали. Протокол-то я должна же почитать, посмотреть и потом... Ответить на вопросы, которые они мне задают. Не обязана. На вопросы отвечает по желанию. Это на допросе в рамках Уголовно-процессуального кодекса есть обязанность отвечать на вопросы. Ну, согласна. Например... Мне говорят, что ли, одно... А что, никто не подготовился, что ли? Домашнее задание никто не сделал. Ты мультик крошкой нос смотрел? А, я же тебя спрашивал. Слушай. Если я при встрече с полицейскими отказался установочные данные предоставить и показать паспорт, а в отделении при составлении протокола изъятия этот паспорт у меня нашёлся на кармане, что со мной будет? Ничего не будет. У кого-нибудь опыт подобный был? Был. Я так делал несколько раз. Они даже обыск с двумя понятыми устраивали в Екатеринбурге. Объяснение... Паспорт нашли в носке. Требовали? Почему? Чего требовали? Паспорт и не предъявлял его? Как документ удостоверяющийся? Я вообще ничего не пояснил. Ну, нашли, нашли, записали в протокол изъятия, осмотра и что. Ага. Понятно. То есть, в дальнейшем они им пользуются? Это протокол был обыска, потому что они залазили в карманы, они требовали раздеться до трусов, носки снять, вот это всё. Два понятых было. То есть, по-хорошему, в таком случае меня могут устно пожурить за то, что я отказался предоставлять документ. А я могу, в свою очередь, сказать, забыл. Чего забыл? Забыл, что он у меня в кармане лежит? Обычно без него хожу, а вот удивление. Это не обязан ничего отвечать. Понятно. Забыл, это тоже ответ. Они потом, вот до этого забыл, тоже будут докапываться. Надо так ответить, чтобы никто ничего не докопался. Как, например, не ответить? Сразу, как практичный. Да никак, достал паспорт, заполнил, мало, расписался. Как мне нужно? Зачем усложнять-то самому? Я не помню, как я отвечал. Это была интересная такая картина. В дежурной части двое полицейских меня обыскивают, двое понятых стоят. И ещё трое этих соратников в окошко подглядывают. Смотрят, чтобы мне ничего не подкинули. Когда они нашли паспорт, они говорят, ну и что, нафиг ты его туда запрятал. Я стою, молчу. Всё. Есть такая пословица, как воды в рот набрал. Очень помогает. Практиковаться. А если такая ситуация, что у меня нет паспорта, реально нет паспорта, я могу назвать тогда имя, фамилию и дату рождения. Этого им не достаточно, чтобы обо мне там провести. Не о тебе, а о твоей персоне. Ну да. Ну, чтобы не нарываться, допустим. Так так и делают. Те, кто просрочкой занимается, они вызывают полицию. Те говорят, примите устное заявление, что тут просрочка. Они говорят, ну хорошо, давайте ваш паспорт. Я не обязан. В смысле не обязан. Сошлитесь на норму права. Ну я же должен что-то писать. Он говорит, я вам скажу, пишите. Он говорит, а как я же, у вас есть рацию, проверьте, установите. У вас нет оснований не доверять заявителям. Можно и без этой бумажки. Но на всякий случай лучше с собой копию иметь. Желательно заверенный нотариус. Сейчас многие так делают. И банковские карточки получают, и всякие там платежи совершают, и документы получают. Все по копии паспорта. Заверенный нотариус. Паспорт не показывают. А что меняет? Я не вижу в этом смысла. Но многие говорят, что паспорт это вексель по предъявлению. А они таким образом уходят от вексельной ответственности по обязательствам через нотариуса. Прячутся за нотариуса. Нотариус же заверил. Он же видел этот паспорт. Я в этом не вижу смысла. Я вон эту бумажку ношу и все. Надо показать. Показал. Без оборота на меня все. Главное, чтобы при этом было... Рядом как минимум двое очевидцев, которые слышат это. Сказанное присутствие двух очевидцев имеет высшую юридическую силу. Просто каждый сам себе будет усложнять вот это вот. У меня нету паспорта. Я вот, сколько я встречался с ними раз, я тоже много раз в Кутузке был и там, и там, и там. Если ты начинаешь, вот, у меня нету паспорта, я не буду ничего подписывать, я там имею право, там. Ну, ты сам себя все усложняешь просто. Когда ты идешь к ним навстречу, давай, давай, вот, да, все, запонял, все. И дальше ты просто подписываешь то, что тебе нужно, да, и заполняешь все эти графики так, как тебе надо. И все, и ты выходишь сухим из воды, и все, погнали дальше. А доказывать, там, я девочка, Иванова или кто это, ну, это можно на суде, там, например, там, и так далее. Хотя, это можно на суде. Я никому не хочу ничего доказывать, я просто сама вот так вот вдруг решила об этом подумать. Я раньше об этом не думала, а вчера что-то подумала. Думаю, надо шить и навстречу с любовью. И думаю, ну, что-то мне в голову вот это взбрело. Вот и все. Ну, ясно. Да, дальше, значит, это, персональные данные установили мы, да. Показали, все, он заполнил. Вот, наименование организации, я ему говорю, отказалась ответить. Место работы, отказалась ответить. Место жительства. Типа, отказалась ответить или сказать. Ему вот это в протоколе важное. Ну, и тут зависит от того, как копия паспорта сделана. А, ну, они там спишут тогда где-то, что-то. Они ничего не спишут. Ты могла за время, там у них базы данных обновляются очень редко, где-то раз в месяц, может, даже раз в полгода. То есть они всегда, вот один из ключевых параметров персоны, они требуют назвать место регистрации и место жительства. Ну, я могу сказать, что отказалась ответить, и пусть, что по месту жительства. Можешь. Все. Статья 51. Да. КРФ. Ну, вот в последнем видео, которое ты видела с мужчиной, да? В прошлый раз ты разговаривал про это видео. Да. Они ему как раз в 19.3 пришили за то, что он отказался сообщить место жительства. Да? А как же 51 статья, и вдруг вы потом... Ну, так он вообще не соображал, что от него хотят-то. Они его просто развели на 19.3, на пустом месте. Он не обязан им это сообщать. Имя, отчество, фамилия, дата рождения персоны. Этого достаточно. Все остальное 51 КРФ. Он не назвал статью 51. ФИО и дата рождения, это при том, что они стоят в магазине, и у них есть планшет, чтобы они туда зашли, и меня... Нет у них никакого планшета. Ну, вдруг, почему? У некоторых есть продвинутые полиции, у них есть и планшеты, и рации. Это не продвинутые, потому что это превышение должностных полномочий. Да? Да. Рация разрешена им только. Только рация? Связаться с дежурной частью по рации. И узнать, да? Да. На основании этих установок. А то, что у него планшеток, это вообще, они что скоро будут? Вот это, с джакузи ходить, что ли? У нас по сотовому звонит. Ну? У нас тоже не было. Я вот не знала. Нельзя. Но все почему-то звонят. Они все это так делают. Просто созрел. А если ты говоришь, ну, ссылаться, там, 51 статья не буду сообщать, то в итоге-то в конце потом, как писать, что статья не разъяснена, если я только что на нее сам ссылался. Ну, вот я сейчас ссылаюсь, 51, 51, 51. Мне дают протокол подписывать, там, право, статья 51 разъяснена. Я пишу нет. Он мне говорит тут же, ты же только что сам на нее ссылался, значит. Ссылка на закон не подтверждает тот факт, что мне была разъяснена статья 51. Так-то да. По закону они обязаны разъяснить. Разъяснить. А разъяснить это буквально пояснить каждый смысл каждого слова, каждый запятой. А то, что ты ее сам прочитал, это никак не связано с его обязанностями. Ну, связь такая же. Ну, я понял. То есть факт разъяснения, он будет указан в протоколе, да? То есть, либо ставлю, ну, кто-то ставит подпись, что разъяснено или неразъяснено. Таким образом сфиксируется факт разъяснения или неразъяснения, да? А что они, бывает, включают содовые телефоны, либо на систему надзор и пытаются разъяснить эту статью. Бывают такие, которые уже второй-третий раз напарываются вот на эту статью, что статья неразъяснена. Они начинают самовольничать, телефоны включать, системы видеонаблюдения. И пытаются там, типа, вам разъясняют статья 51. Каков критерий степени разъясненности, если они вот включаются в этот... Критерий один, то твоя, это, закорючка, да? Разъяснены или неразъяснены. А выясняться, разъяснены или неразъяснены, будет опять же в суде. Вызвать качество свидетеля этого полицейского. Ну-ка, что ты мне там разъяснил? А я бы тебя спрашивал это, а я бы тебя это спрашивал. Давай видео, давайте, приобщайте видео. Изнимайте это, приобщайте видео, давайте будем выяснять. Вот смотрите, я ему на видео задавал вопрос. Что такое дело? Что такое административное? Что такое кодекс? Что такое лицо? Это же оно, оно же среднего рода. А какое отношение оно имеет к персонам мужского и женского рода? Если лицо, оно вообще среднего рода. Вот такие ему вопросы позадавать, пускай попробует разъяснить. Получится? Да никогда не в жизни. Завалю вопросами, миллиардами. Ничего не сможет разъяснить. Особенно по 25, да, точка 1, да, Эл? Вот там две статьи, они пишут. 51 и еще какой-то 25. Да, 25.1. Особенно вот это 25.1. Вы дома придите все почитать, вы сами не поймете, что там написано. А то, что вот это... Ну это типа правонарушитель, что-то я уже забыл там. С этого юридического языка нужно еще знать перевод, понимаете, чтобы понять, что там написано. А вот еще можно узнать последовательность, допустим, подается во время вот этого составления протокола, еще человек подает хататайство этому полицейскому. Вот эти хататайства, они содержат, допустим, первое, это то, что должны показать материалы дела, да, ну или как, что ознакомиться с этим делом, что касаемо чего, как бы, вот это нарушение, да, как бы вот это хататайство нужно подать, чтобы в отношении того третьего лица, какого третьего лица, которое подало на меня вот это, ну, заявление о том, что правонарушитель... А если никто не подал? Ну вот я должен... Самый частый случай сейчас это маски 20.6.1. Ну вот маска. Ну, где там третье лицо? Ну это же кто-то на меня должен, это же я кому-то должна причинить вред. Ну по идее да, но они это не учитывают и сразу просто полицейский видит, что без маски все, он считает этого достаточно, что он увидел, что ты без маски, что даже на нос не надето, но на нос не закрывает все, он считает это 100%, все, вина доказана, чьи-то права нарушены, чей не указывается, тут же ищет двух свидетелей и все, составляет протокол, все. В какой момент хататайством я могу потребовать ознакомиться? В любой. В любой момент я могу писать, я пишу хататайство о том, чтобы меня ознакомить. На любой стадии. С материалом дела. И в камере, и в магазине, и во время движения в отдел полиции, и в отделе полиции, и когда в туалет пошла, и когда вышла оттуда, в любой момент. И в камере, и в суде, и на выходе сюда, и когда уже срок назначили персоне, и даже когда вышла оттуда, в любой момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok